МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания отремонтированная улица Матросова требует дополнительных финансовых вложений. За пять месяцев пять уголовных дел. Знают ли родители, чем занимаются их дети во время летних каникул? Ставить цель и идти к ней. Спортсмены паралимпийской сборной страны по биатлону встретились с воспитанниками спортшколы Бийского района. Итак, мы начинаем. 43 миллиона, как оказалось, не предел. Капитально отремонтированная улица Матросова требует дополнительных финансовых вложений. На сегодня мы видим, что проектные решения были при разработке проектной документации на капитальный ремонт этой улицы были приняты неверные. В процессе проектирования было предусмотрено три так называемые СОГИ, то есть накопители по 50 метров кубических каждые. То есть суммарно это 150 метров. Или 15 КАМАЗов, которые у нас водоканал, да, это вакуумные машины. Эти СОГИ, они на сегодня, даже более-менее такой средний дождь, они не справляются по накоплению. Каждый раз после дождя Матросова превращается в водный канал. И, как выяснилось, происходит это из-за неверных инженерных решений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт улицы, как пояснили чиновники, была разработана еще 10 лет назад. Тогда же она прошла госэкспертизу. В прошлом году при подготовке к строительству коррективы и поправки в нее не вносили. Сейчас, чтобы исправить ситуацию, специалисты администрации будут разрабатывать новую проектную документацию для оборудования улицы канализационными насосными станциями и напорными коллекторами. Цена вопроса пока не озвучивается, но финансироваться проект будет за счет городской казны. Напомним, что на капитальный ремонт улицы Матросова по линии Наукограда в прошлом году было выделено 43 миллиона рублей. Активные и целеустремленные молодые люди со всего мира приехали на Алтай, чтобы учиться. Второй день в Алтайском крае работает международный молодежный управленческий форум «Алтай.Роста». В нашем регионе он уже проходит в десятый раз. Юбилейная встреча собрала почти 2000 участников из более чем 30 стран мира. На форуме организована обширная образовательная программа по четырем направлениям. Ты предприниматель, менеджмент, социальные технологии и творчество. На площадках работают эксперты из разных регионов России. Они читают лекции, проводят обучающие игры и тренинги и, что немаловажно, дают ценные советы. Здесь можно свободно пообщаться и с политиками, и с экономистами. Если говорить о проектах, то финалисты имеют возможность выиграть грант на 100, 200, 300 тысяч рублей. Общая сумма грантовых денег составляет 4 миллиона рублей. Защищать свои проекты участники начнут уже завтра. Добавим, что Международный молодежный управленческий форум «Алтай.Роста» в нашем регионе продлится до конца этой недели. Зеленая дружина в деле. Бийские теплоэнергетики высадили в районе АБ больше полусотни молодых берез. В прошлом году сибирская генерирующая компания проводила в новом жилом микрорайоне реконструкцию тепловых сетей. И сейчас настало время приводить территорию в порядок. Косынки, жилетки и перчатки розданы. Лопаты уже в руках. Зеленая дружина сибирской генерирующей компании времени зря не теряют. Тут же разобрали инвентарь и взялись за дело. Посадить дерево, воспитать сына и построить дом. Два пункта из трех Алексей Феденев уже выполнил. На экологическую акцию он пришел не один, а всей семьей. Живем тут рядышком. Надеемся, все-таки будет тут парк, чтобы с ребенком гулять тут. Самое главное, чтобы была возможность потом, когда дерево вырастет, к нему подойти, сказать, вот, сына посмотри, посадили сами, вырастили. Задача зеленого десанта – высадить вдоль улицы Докучаева больше полусотни деревьев. Вместе с бийскими энергетиками благоустройством микрорайона занимаются бойцы студенческих отрядов. Городу определенно нужны деревья. Зеленение города – это самое, что есть лучшее. Потому что чем больше деревьев, тем больше воздуха. Естественно, экологически чистый уже будет наш город. Зеленение – это красота. Березовая роща появилась не только в Бийске. Во всех городах, где присутствуют подразделения сибирской генерирующей компании, есть своя зеленая дружина. Молодой актив предприятия активно участвует в экологических акциях. Что такое дерево? Уголь, с помощью которого мы создаем комфорт в наших домах, это тоже миллионы лет назад деревья. Бумага, на которую мы пишем, это тоже деревья. Это все создает нам комфорт, и мы обязаны его оставить и для будущих поколений. Поэтому сегодня мы садим деревья. Ну, а во-вторых, это очень красиво и поднимает нам настроение. Посадка деревьев – последний этап работ на этом участке. Осенью здесь проводилась реконструкция тепловых сетей для подключения нового жилого микрорайона. Сейчас настала пора благоустройства. В строительной смете, конечно, в благоустройстве ничего этого не было. Но вот сибирская генерирующая компания решила украсить место своего присутствия, там, где мы поработали, вот такой зеленью, такими приятными моментами. За час молоденькие деревца обрели новую прописку. Уже в скором времени рядом с ними энергетики посеют газон. И через пару лет при должном уходе здесь разрастется настоящая березовая роща. Анастасия Исаева, Андрей Сегаев, Будни. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. За пять месяцев пять уголовных дел. Знают ли родители, чем занимаются их дети во время летних каникул? Ставить цель и идти к ней. Спортсмены паралимпийской сборной страны по биатлону встретились с воспитанниками спортшколы Бийского района. Бийск Глобал Пати 2018 Стань участником самого яркого события осени. Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника. Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс. Все подробности на сайте www.prokopjefond.ru Не упусти свой шанс. Зажги по полной. Информационный партнер «Сибирская медиагруппа». Год 1918-й, год 2018-й. Бийский рабочий, сто лет о жизни нашего города. Оформи юбилейную подписку на второе полугодие и получай газету в точках продаж прессы, в редакции или с доставкой на дом. Бийский рабочий, читай юбилейную газету. Подробности по телефону 317-004. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Финальным аккордом станет салют. В Бийске полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города и Дня молодежи. Сегодня прошло первое совещание. Причем культурные и развлекательные программы обсуждали не в кабинете, а на выезде. Сегодня у нас первое выездное совещание проходит для того, чтобы как раз на месте посмотреть и внести необходимые корректировки. Чтобы было комфортно, удобно не только для жителей нашего города, но и непосредственно для тех организаций, которые будут представлять свои услуги, проводить праздничные программы и мероприятия. Ну и самое главное, чтобы для всех все было празднично и безопасно. Петровский бульвар станет местом, где 30 июня пройдут основные городские мероприятия. Сегодня представители Оргкомитета побывали на месте. Уже известно, что гуляни начнутся с зарядки, ее проведут бийские чемпионы. На протяжении всего дня на Петровском бульваре будут работать тематические и развлекательные площадки. Пройдет концерт с участием творческих коллективов города и завершится все праздничным салютом. За пять месяцев пять уголовных дел сотрудники правоохранительных органов призывают родителей школьников наблюдать за тем, чем занимаются их дети в период летних каникул. Нередко в поисках заработка на карманные расходы несовершеннолетние занимаются противозаконным ремеслом. В частности, становятся распространителями синтетических наркотиков. С начала этого года в бийском следственном отделе возбудили пять уголовных дел в отношении подростков, которые в нашем городе делали так называемые закладки. Кто-то работал в одиночку, а кто-то в составе группы. Школьники и студенты общаются в социальных сетях, находят там заманчивые объявления о трудоустройстве и соглашаются поработать. Делают наркотические закладки, получают прибыль, но редко кто задумывается о последствиях. Наказание за данного вида преступления, оно у нас безальтернативное, только в виде лишения свободы. То есть, это как минимум три года, это в изоляции, это в принципе не так мало. В принципе, испортит всю свою жизнь, будущее. Ставить цели и идти к ней только так можно стать чемпионом. Воспитанники спортивной школы в селе Лесное получили несколько ценных уроков от Паралимпийской сборной России по биатлону. Десять спортсменов приехали на Алтай по приглашению тренера сборной Андрея Гладышева. Он родился и вырос в Бийском районе. Все подробности у Евгении Жутовой. Ей слово. Село Лесное рядом с Бийском. Основное направление местной спортивной школы – биатлон. Воспитанники, большие поклонники этого спорта, не пропускают трансляции крупных турниров. Смотрели и выпуски российской паралимпийской сборной на игры в Корее. Сколько Катя Румянцева заявала в последних паралимпийских играх медалей? Три золотых и три сели. Что больше? В паралимпийской сборной России спортсмены из разных регионов, в том числе и сибиряки. У каждого свой путь к Олимпу. Иван Гончаров был успешным бобслеистом. На тренировке произошел несчастный случай, Иван на большой скорости вылетел с трассы, чудом остался жив. На своем примере Иван рассказал, насколько важно иметь цель не только в спорте, но и в жизни. Если у человека есть какая-то цель, достичь каких-то высот, выступить хорошо на соревнованиях хотя бы, то нужно трудиться. Если не будете трудиться на тренировках, то и на соревнованиях результат не будет. Главная мечта любого спортсмена – участие в Олимпиаде. На играх в Чайхане биатлонистка Екатерина Румянцева, несмотря на давление, завоевала золотую медаль. Это была первая награда сборной страны. А где будут следующие зимние паралимпийские игры и олимпийские? Кто знает? Кто? Где? В Китае. Молодец. На тебе пакетик. После знакомства была викторина, обмен подарками и автограф-сессия. Я буду каждый день тренироваться. Не буду лениться. По две тренировки. Бегать. Днем и вечером. В лесном Герои Олимпиады и чемпионатов мира провели всего несколько часов. На Алтай спортсмены приехали восстанавливаться после непростого сезона и улучшить настроение. Ведь наших паралимпийцев до сих пор из-за допинг-скандалов не приглашают на мировые старты. Когда тебя еще обвиняют, незаслуженно, несправедливо. Оно вообще же больно воспринимается. Если бы мы нарушили что-то, нас наказали, это одно. А когда мы чистая команда, за это я могу отвечать. И поэтому, конечно, нам это больно. Следующие две недели паралимпийцы проведут в горах. В планах у тренера устроят для подопечных отдых. Спортсмены будут ходить в баню, дышать свежим воздухом, сплавляться по горным рекам. А уже после начнут серьезно готовиться к новым стартам. Евгений Ижетов, Андрей Сегаев. Будни. И пришло время рассказать о погоде. Спонсор прогноза – сварочный центр. К строительному сезону все необходимое для сварочных работ вы найдете в сварочном центре. Большой выбор полуавтоматов, аппаратов аргонно-дуговой сварки. Все для плазменной резки и для сварки пластиковых труб. Всегда в наличии сварочная проволока, электроды по тягуну, алюминию, нержавеющей стали, наплавочные, электрогенераторы, дренажные насосы, стабилизаторы напряжения. Внимание, акция! При покупке сварочного аппарата маска «Хамелеон» в подарок. Сварочный центр. Иртышская, 32. Телефон 45-25-56. И о погоде. Итак, завтра, 6 июня, в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление высокое, влажность воздуха. В течение дня будет меняться. Магнитосфера спокойная. И о температуре. Ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 24, плюс 26. И это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого дня. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях и на YouTube. Счастливо! Еще увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!